Братья и сестры, я хотел бы делиться Словом Божьим. И для начала прочитаю текст Священного Писания. Это будет из 2-го послания к Коринфянам, 6-я глава. Слова апостола Павла. Читаю с 3-го стиха. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение. Но во всем являем себя как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды, в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас посчитают обманщиками, но мы верные. Мы неизвестные, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. До этого места. Слава нашему Богу. Знаете, апостол Павел говорил о том, с чем сталкивается человек, который состоит на служении Богу. что он проходит. И обратите, я хотел бы сегодня говорить на один момент из этого места священного Писания, потому что на все не хватит времени. Десятый стих. Там есть такие слова. Нас огорчают, «А мы всегда радуемся». Тема слова, которым я хотел поделиться. Нас огорчают, «А мы всегда радуемся». И, наверное, сегодня очень хорошо задаться каждому из нас вопросом, а как это можно так сегодня служить Богу, чтобы, когда нас огорчают, нам радоваться. И нам, наверное, кажется, что, наверное, это было свойственно каким-то особенным духовным людям, ну, наверное, таким, как апостол Павел. Что он говорит, что нас огорчает, а мы всегда радуемся. Представьте себе, как это соотнести, как это применить к нашей жизни. О чем это вообще? Как прийти к такому состоянию, чтобы всегда радоваться, когда тебя огорчают? Я для начала хотел бы обратиться к словам Иисуса Христа и немножко коснуться этого вопроса, как сегодня вести себя, когда нас огорчают. Читаем 17 главу Евангелия от Луки с 1 по 4 стихи. «Сказал также Иисус ученикам, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через которого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею, бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покаяться, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет, каюсь, прости ему». До этого места. Очень интересные слова Иисуса Христа. И знаете, до определенного момента в своей жизни я не жил по этому слову. У меня было какое-то определенное свое представление, неправильное. Как себя вести, когда тебя огорчают, когда идут специально, целенаправленно, чтобы принести в твою жизнь огорчение, понимая это, или действуя, потому что враг действует, потому что мы знаем, что иногда через людей действует враг. Мы помним апостола Петра, когда однажды он подошел к Христу и сказал ему, когда услышал, что он умрет, что будет бит и его убьют. Он сказал, «Да не будет этого, Господи, с тобой». На что Христос, посмотрев на Петра, обратился и сказал, «Отойди от меня, сатана». Интересно, понятно, он обратился к тому, кто стоял за этим. Но все-таки, как сегодня себя вести? Я скажу честно, я не поступал так. У меня было свое представление, как должен себя вести верующий человек, когда его обижают. Но смотрите, что говорит Иисус Христос. «Если же согрешит против тебя брат твой, то есть обидит тебя, выговори ему, и если покается, прости ему». Мы всегда научены прощать. Правда? И это правильно. Не подумайте, что это не правильно. Это правильно. Мы всегда должны прощать. Потому что так, как Христос просил нас, и мы должны просить. Но этот момент, он не просто так заставил Христос, что когда ты видишь, что человек целенаправленно действует против тебя, чтобы тебя огорчить, чтобы испортить твое настроение, украсть твою радость, ты должен выговорить ему. Что это значит? Это не значит ответить злом на зло. Это не значит сказать что-то обидное человеку. Это сказать о том, что-то подобное, например. «Мне это неприятно. Ты меня обижаешь. Брат, ты грешишь. Сестра, ты неправильно поступаешь. Подумай, что ты говоришь». И вы знаете, вот такой момент. Не просто услышал. И вы знаете, вот это у меня такое было раньше. Вот наговорят себе. Вот ты так все проглотил, так думаешь, я же проповедник. Мне же надо потом будет выходить перед людьми. Ну, ну, и так смолчал, и пошел. И потом уже борешься с этим всем в сердце. Дома это все перевариваешь, молишься об этом. А это неправильно. Потому что, когда мы что-то подобное встречаем, первое, что ты должен сделать, выговорить ему. брат, ты неправильно поступаешь. Ты меня обижаешь. Что-то новенькое, правда? Но мы обычно по-другому действуем, да? Мы обычно улыбнемся тихонечко и обиженными уходим, борясь с обидой, возвращаемся домой и в этом всем варимся. И потом эта обида, мы годами ее носим, боремся с этим, видим человека, огорчаемся. А Христос не так учил. Укажи сразу на проблему. Скажи, человек, что ты неправильно поступаешь. И я хочу сказать, что если человек хоть где-то рядом с Богом проходил, он остановится. Если человек хотя бы немного знаком с Богом, он испугается. Он скажет, извини, я не хотел. Извини, брат, я не хотел. И это очень важный момент, чтобы развязать этот узел сразу же, чтобы не оставаться с этим в сердце, но чтобы узел был развязан. И если покаяться, то есть если попросит прощения, прости его. Есть такой момент интересный, который люди не всегда признают, что они действуют нехорошо в отношении к нам. Как сегодня порой обижают люди. 26 глава книги Притч, 18-й и 19-й стихи. Как притворяющийся помешанным бросает огонь, стрелы и смерть, так человек, который коварно, вредит другу своему и потом говорит, и я только пошутил. Как притворяющийся помешанным бросает огонь, стрелы и смерть, так человек, который коварно, вредит другу своему и потом говорит, я только пошутил. Вы знаете, сегодня юмор, это не просто, вы знаете, какое-то использование юмора, иронии, весело провести время. Сегодня часто за этим стоит дьявол. Господь сегодня учит нас. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. И Бог ничего не имеет против того, если мы можем разделить с людьми их радость. Наоборот, Писание поощряет это. Когда мы среди верующих людей. И вы знаете, у нас есть возможность разделить радость. Ничего в этом плохого нет. Но есть другой момент, когда мы сами движимы какими-то чувствами непонятными. Они могут быть разные. Пытаемся подшутить и подзять человека для того, чтобы вызвать у него большую реакцию. И смотрите, здесь говорится, что это происходит часто между друзьями, который коварно вредит другу своему. Вы знаете, что друзья многое знают друг о друге. Они знают проблемы, они знают, за что переживает друг. И поэтому они очень могут хорошо подзять. И они знают, на что надавить. И вот если человек свое сердце не освободил от зависти, от гордости, то через шутки, такие казалось бы безобидные вещи, приходит обида, приходит проблемы в отношениях. И это мешает отношениям потом с Богом и как и одному, так и другому. Но Господь хочет, чтобы мы научились разделять радость с ними. Пожалуйста, задумайтесь об этом. Не пытаться что-то внести. Вы знаете, иногда люди пытаются что-то внести. И поэтому говорится, что смехотворство неприлично святым. То есть шутки в адрес, когда мы начинаем шутить, то это неприлично. Очень хорошее такое сравнение, если мы сегодня рассуждаем о том, какая одежда прилична для верующего человека, для сестер прилична. Вот представьте себе, вот мы иногда можем сказать о человеке, например, что у человека юбка очень короткая, которая ничего не закрывает. и мы говорим неприлично одета. И вот смехотворство, оно поставлено примерно вот в такую вот фазу. Для верующего человека смехотворство неприлично, потому что часто за этим может стоять дьявол. Как это происходит? Я вам просто расскажу один пример. Знаете, однажды я столкнулся с тем, что я не мог разобраться с работой одного механизма. Знаете, у нас век сейчас прогресса, и мы часто, ну не знаю, я сталкиваюсь с таким, что я, например, не знаю, как работает определенный устройство. Знаете, когда инструкции нету, и тебе надо быстро разобраться, так раз, раз, а ты никогда это не делал. И вот я однажды стою над этим устройством, пытаюсь разобраться, потому что первый раз подошел. Я как бы не из тех людей, которые любят там что-то поломать, ну, и внимательно пытаюсь разобраться, как действовать с этим механизмом, как привести его в действие. Знаете, один брат заметил, и такой говорит, ну что, высшее образование не помогает? Я, он помог, конечно, но я так, знаете, потом подхожу к нему, и говорю, слушай, смеяться с людей не надо, потому что Бог из-за этого может потом поставить тебя в такую ситуацию, что будут смеяться все, и ты ничего с этим не сделаешь. И он сразу так осекся, так и испугался. И вы знаете, самое интересное, что сделал правильные выводы. И мне очень приятно, когда я уже вижу его, и правильные выводы сделал человек. Ну можно же просто это проглотить. А за этим что стоит? А за этим может стоять все, что угодно. А за этим может, вы знаете, у некоторых людей есть комплексы. Вот человек, не получивший образование, часто встречается такое, что он завидует тем, у кого есть образование. Так почему-то получается. Человек, у которого не решен вопрос с жильем, часто может завидовать тем, у кого этот вопрос решился. И это проскакивает, проскакивают какие-то шуточки. А за этим стоит дьявол, за этим стоит грех, зависть, гордость и так далее. То есть представьте себе, какие глубинные проблемы порой скрывает обычная шутка. Поэтому пускай нас сохранит Господь наблюдать за собой, что мною движет. Вот почему мне хочется пошутить над этим человеком? Порассуждать, понаблюдать и возможно остановиться вовремя и разобраться с этой проблемой. следующий текст Писания, который я хотел обратить внимание, когда мы видим, что люди неправильно поступают, не по отношению к нам, даже просто видим, что верующий человек неправильно поступает. Из-за этого многие огорчаются. Многие говорят, а как может верующий человек вот так поступать? и приходит огорчение в сердце и говорят, пойду-ка я в другую церковь. Тут все такие. Увидел того, того, все, не хочу ничего общего иметь. Пойду лучше в другую церковь, там, где лучше люди сидят, добрее и себя ведут правильнее. Но обратите внимание, как действовал апостол Павел на своем уровне. Послание к Галатам. Читаем несколько стихов буквально. Итак, послание к Галатам. Вторая глава с 11 по 14 стихи. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он поддержался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда все пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они непрямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех, если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Обратите внимание на это слово. Видя проблему, он не стал складывать там какое-то неправильное понимание в сердце, там что-то думать. Он просто прямо при всех его обличил. И вы знаете, это очень интересный момент. Не просто что-то там носить в сердце, а сказать, слушай, ты не действуешь по-евангельской истине. И вы знаете, таким образом сразу истина была видна. И многие люди, которые были там, мы видим, и Варнава там был, они сразу поняли, что есть истина. Как правильно поступать по истине евангельской? Что что-то мы неправильно делаем. Поэтому сегодня очень важным моментом, чтобы нам не огорчаться, не носить огорчение в сердце, поступать по словам Иисуса Христа. Если согрешил против тебя, брат твой, выговори ему, а если покаяться, прости ему. Да благословит нас Господь, чтобы мы не огорчались там, где можно этого не делать. Следующий текст Писания, я буду коротко сегодня говорить, как сегодня не огорчаться, когда приходят люди и огорчают себя. Я прочитаю один текст Писания, и чуть порассуждаю, мы будем уже молиться. Итак, давайте вместе с вами откроем четвертую книгу царств, 6 глава, 15-17 стихи. Итак, четвертая книга царств, 6 глава, 15-17 стихи. поутру служитель человека Божия встал и вышел и вот вокруг войска вокруг города и кони и колесницы и сказал ему слуга его, увы, господин мой, что нам делать? и сказал он, не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. И молился Елисей и говорил, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Мы помним этот момент, когда было выслано целое войско для того, чтобы взять из Сирии, для того, чтобы взять прока Елисея. И слуга, увидев это, так сильно испугался, так уныл, увы, Господин. А знаете, а тот не переживал. А почему не переживал? А потому что видел, видел, что с ними там Господь. И вот еще одна причина, по которой сегодня мы можем всегда радоваться, даже когда нас огорчают, даже когда приходят такие новости плохие в нашу жизнь. Они разные, эти новости идут. видеть Господа, видеть руку Божью в своей жизни. Знаете, вы никогда не задумывались, почему Бог периодически говорит через пророческое слово. Основная цель, это не для того, чтобы исправить нам и показать нам путь истины. Вы даже просто послушайте иногда, что Бог говорит. Основная цель, чтобы Божий народ знал, что Бог его с ним, чтобы он не оказался обманутым дьяволом в понимании, что человек остался со своими проблемами и никто эти проблемы не решает и никто это не видит, но чтобы человек увидел, что Господь все знает и ситуацию контролирует, как мы читаем в этом месте. Огромная армия собралась, пришли схватить этого Елисея, что он мог сделать по-человечески? Но он был спокоен, потому что видел, что уже ангелы Божьи окружили это войско и они ничего не сделали. И может быть казалось этим воинам, которые пришли, что они сейчас тут решат вопрос. И царю, который посылал, им казалось, что вопрос сейчас решится большим количеством людей. Не решился вопрос, потому что Господь был. Но нам это надо видеть. Потому что если мы это утеряем из виду, все, мы огорчение впадаем, в уныние впадаем, где тут Господь? Я почитаю еще один текст Священного Писания. Псалом 15 с 8 по 11 стихи «Всегда Возвеселение» язык мой и даже моя плоть я перестаю бояться. На физическом уровне я просто перестаю бояться. Мы люди склонны бояться чего-то. Но когда видим пред собою Господа, отчетливо это понимаем, что Бог нас ведет, что Бог контролирует ситуацию, что Бог с нами, сердце наше будет радоваться. Нас огорчают, а мы радуемся. Да благословит сегодня Господь нас всех и даст нам понимание, чтобы Божье Слово попало в наше сердце и было растворено верою. Я прочитаю последний текст Писания, мы будем молиться. Немножко просто этот текст подытоживает вышесказанное все. Это первое послание к Фессалоникийцам, пятая глава, три стиха, прочитаю, с 14 по 16. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных. Мы сегодня об этом говорили. Утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал зло за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем всегда радуйтесь. Слава нашему Господу. Аминь. Склонимся на наши ноги и будем молиться. Спасибо. Спасибо. Спасибо.